Сегодня Беларусь вспоминает хвяр Великой Айчинной войны. 22 червня 1941 фашистские войски пересекли державную мяжу СССР и на долгих 1418 дней ее территория опынулася в Олонне боевых действий. Об этом, как Гомель долучился до Дня Всенародной памяти, расскажет Ганна Корольчук. Митинг-реквием, присвященный черговый, годовин из дня начала Великой Айчинной войны, пройшел на площу працы. Для вечного огня собрались ветераны, представники улады и громадских организаций. А так само все те, кто вырешил отдать Данину памяти, ахвяром самой страшной войны 20-го стагоця. Живые ведовочцы тех жудесных подзеев узгадывали, как 78 годов тому сустроили ранницу 22 червня. Проснулись утром, объявили, слышим по всей рупорте на улице, напал на нас фашист, варвар, гитлер, война. Мы сразу не поняли, чего он напал, зачем напал на нас. Голод, холод, бомбежки каждый день. С первых дзен войны тысячи гомельчан отправились в 9-ю армию. Предприемства города перевели на выпуск военной продукции, а по мешканию установы адукации отдали под шпитали и войсковые частки. В Жнивню немецкие войски захопили город, и больше за два года он находился в полоне ворога. 26 листопада 43-го года Гомель первым из областных центров Беларуси был вызволен от фашистов. Удельники митинга ушановали память загинувших хвилиной молчанья. После всех запросили у кинотеатра Мякалинина, где разгорнулась атоматичная фотовыстава. Гостям пропоновали увидеть новую российскую драму «Выратовать Ленинград». У сквера Мякромыка выхованцы детяшек в школу-мастанству организовали концерт-реквием с песнями военных годов и лиричными композициями. Очень сложная задача, как показать в рамках концертной программы, как началась война, как ее обозначить, как этот момент, когда были мирные дети, и потом вдруг раз, и они уже стали дети войны. Вот мы с нашим театральным отделением придумали такую композицию, которая поможет понять этот момент начала войны, когда мы были хорошие, мы играли, мы пели, мы веселились, а потом взрыв, война и все. И мы уже другие, и другой взгляд, и другое понимание. Гэта трагичная дата нашей истории – еще одна нагода вспомнить тех, кто поклау на алтар великой перемоги свое житё. И еще раз нагадать подрастающему поколению, как героично и самохвярно советский народ оборонял и вызволял родную землю от ворога. Ганна Коральчук, Сергей Лукашук, Телерадио Компания Гомель.